Будем поклоняться Господу через изучение Его Слова. У кого есть из вас Библия, давайте мы откроем сегодня наше, как говорил один герой, а не посеркнули нам на этого, на нашего, на Шекспира. Но мы посеркнем на послание филиппийцам, апостола Павла, откроем, прошу прощения, откроем вторую главу, вторая глава апостола Павла, послание филиппийцам. Как я говорил, сегодня писал, вернее, в фейсбуке, кто-то читал, что тема сегодняшнего служения, мы поговорим о том, как преображаться в образ Христа, и также как развивать свой характер. Потому что на самом деле я не зря объединил эти две вещи, потому что, вы знаете, в отличие от Христа, мы с вами были рождены не от Духа Святого. То есть ДНК, которая внутри нас, она немножко отличается от ДНК Христа. И поэтому, когда мы должны что-то достигать в нашей жизни, есть вещи, которые нам даются легко. Есть вещи, которые нам даются очень сложно. Но нигде, как бы, ну, не написано, что если тебе дается что-то сложное, то этого не надо делать. Это очень важный момент. Я заранее, может быть, забегу вперед, но я поймал такую интересную мысль, что если раньше, раньше, раньше давно это было, что сложные вещи меня пугали, то я научился интересоваться ими. То есть, если приходит что-то сложное, по работе что-то сложное, и раньше старался обходить эти вот вещи, чтобы, ну, не напрягаться, да, чтобы потом не надо было расслабляться. Но я поймал такую вещь интересную, что если начать изучать что-то сложное, то однажды оно станет легким. То есть, когда ты вникаешь в какие-то вещи, а по работе здесь равно где-то придется вникать. То есть, ну, нельзя долго обходить какие-то вещи, да. Ты начинаешь вникаешь, вникаешь, ты понимаешь, слушай, а это интересно. А это затягивает. Не знаю, как программа приорити можно затягивать, конечно. То есть, программа очень сложная, рабочая. Но это интересно. Чувствуешь себя, как минимум, умным, работая на этой программе. Мне даже на работе сказали, что теперь с сознанием этой программы ты можешь везде устроиться. Главное верить. Итак, откроем послание филиппинцам, вторая глава. Вторая глава. И прочитаем с пятого по... С пятого по девятый стихи. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение, быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. То есть вот этот вот... Вы знаете, что Иисус вообще жил в Израиле? Да. Это, ну, все знают, да? Нормально все. То есть Иисус жил в Израиле. Израильтян обычно называют такой наглой нацией, да? Израильтяне наглые. Вот сейчас открылись рейсы в Дубае начали летать. И везде пишут, что нас там любят. Я думаю, это вы нас еще не видите. Любить издалека легко. Подождите, мы к вам приедем. 14 рейсов в неделю только компания Flight Дубай будет делать. Мы сейчас не считаем другую компанию Дубайскую. И еще наши ребят будут летать. В общем, умы не отдыхают. И вот Иисус жил в Израиле. Я не просто так это говорю. В Израиле говорят, что надо там пробиваться, толкаться локтями, кричать. Наглость. Это, например, такая израильская наглость называется. Хуцпа такая, да? К сожалению, многие люди, которые приезжают сюда, особенно туристы, они любят вещи самые негативные в Израиле взять и провести с тобой. Говорят, вот я израильтянин, я тут, я все знаю, надо быть наглым, надо быть таким пробивным. Но вот знаете, вот Иисус, я читаю про Иисуса, который жил в Израиле. Жил в Израиле. И он другой. Я читаю про другого израильтянина. И Павел начинает с того писать, что он пишет с пятого стиха. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть Павел говорит, что мы должны так же чувствовать, да? То есть иметь такой же, как бы, такие мысли, переживания, жизнь, как у Христа Иисуса. И дальше он объясняет, мы думаем, как? Как, да? И Павел объясняет. Он сразу видит такой церковь, сидит, пастор им сказал, что надо так жить. И церковь сидит такая, задумывается, как? И Павел сразу объясняет. Иисус мог себя держать равным с Богом. Он мог всем ходить и рассказывать. Я Сын Божий. Здравствуйте, Сын Божий. Здравствуйте, Царь. Очень приятно, Царь. Очень приятно, Мессия. Где мы трогаем? Он мог все это делать, по факту. По факту, это была не проблема, да? То есть, так это видели иудеи, что так должно быть. Почему они так это видели? Во-первых, люди, они мыслят со своей точки зрения. Я когда жил в Крыму, а мы жили в степном районе Крыма, то я представлял Иерусалим, когда читал Библию, что он тоже в степи находится. Серьезно, так вот представился Иерусалим. А как известно, что тогда телевидение как бы уже изобрели в те годы, когда я там жил. Но, как бы посмотреть что-то, да, вот Иерусалим, то есть, ну, проблема была. Я представлял Иерусалим, и как я удивился, когда мы поехали первый раз в Иерусалим на экскурсию. Я был такой, ну, надо же. Похоже, что я не только тут неправильно понимал. Понимаете, у меня мировоззрение начало изменяться. То есть, человек смотрит в соответствии с тем, какие он очки одел, в соответствии с тем, где он живет, как он воспитан, в конце концов, в какой он стране проживает. Так он представляет ситуацию. И вот иудеи, они, будучи израильтянами, как Павел просит внести, а израильтян еще тот. Да, еврей из евреев, там израильтян из израильтян, фарисеев из фарисеев. Он же был пробивной парень, он же пошел там христиан потом, помните, да, в Дамаск. Не лень ему было пойти христиан гнать. Побивал камнями, помогал там, где надо, если что-то кого-то побить. Мне было плене просто, знаете, даже. Камни кидать. То есть, человек реально, да, увлеченный был. И он говорит, что иудеи понимают, что Мессия, он вот так придет, потому что они такие сами. Потому что они любят, когда их приветствуют. Это Иисус говорит еще. Они любят, когда их сажают в почетные места. Они любят расширять, раскрыли одежду, чтобы видно было их богатство, их важность. Они это любят. И вот то, как они это все любили, то, чего они желали себе, они таким видели Мессию. Но Мессия приходит в другом образе. Написано, что он уличижил себя самого, то есть умолил. Принял образ раба. И сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. И что Бог делает? Он смирил себя. И кажется, что когда я буду себя смирять, то все будут вокруг мною пользоваться. Причем активно. Вы знаете, духовные законы, и на одном из собраний говорил, на прошлом, по-моему, собрании говорил я, или на домашней группе в Зуме. Я говорил, что о том, что когда Валах пригласил Валаху, помните тут такие, да? Валаху, 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 все помнят? Да. Кто не помнит? Александрчик. Две руки, кто больше? Все, да? Валах приглашает Валаху. То есть Валах царь. Валаху это пророк. Священник. Валаху это был тот, кто его пригласил. И что происходит? В чем был Валах? Мудрый. Он понял, это книга числа, правильно говорили, прав. Когда он увидел это полчища израильтян, приближающиеся к его территории. А израильтяне уже поборолись со многими царями по дороге. Нет? Они еще не вошли в земную обитованную, но они уже много уничтожили царей и народов по дороге. Это уже был период войн первых таких. И он смотрит на все это полчища, а там на секундочку, видите, было только 600 тысяч людей, могущих держать оружие. Если быть более точным, 610 где-то. Может быть 612. Неважно. То есть суть была в чем? Он это все увидел, и даже неважно сколько их там было, они же плодились, размножались, шли, плодились, размножались и захватывали все, понимаете? И он понял, я не побежу их своими силами, тут цари покруче меня были, они проиграли. И что он говорит, понимает? Это битва духовная. Валах, языческий царь. Он понимает, это битва духовная. Я не могу их победить силой оружия своего. И поэтому, что с ними Бог. И он призывает Валаама, чтобы он проклял их. Вот в чем суть-то этой всей истории. На самом деле, мало кто уважал Валаака за все это время, кроме меня, наверное. Потому что я реально зауважал эту личность, которая поняла, что битвы вообще не духовные на самом деле в этом мире. И он готов был деньги за это платить. Слава Богу, Господь ему ничего не сделал. Потом, правда, у него были проблемы с израильтянами. Но, суть не в этом, он понял, только духовная битва. И вот когда Иисус смиряет себя, когда мы смиряем себя, вы знаете, что мы делаем? Мы воюем духовными битвами. Это духовная битва. Когда ты не отвечаешь злом на злом. Когда ты не отвечаешь криком на крик. Когда ты не мстишь никому. Когда ты не мыслишь зла против кого-то. Это ж не зря кто-то сказал мне понравилось, что люди специально нас обижают, потому что они нуждаются в наших молитвах. Потому что в Писании написано, молитесь за обижающих вас. Шутка, но им есть доля правды. То есть, как молиться за того, кто тебя обижает? Сложно. Но это тот же самый принцип, как молиться за правительство, которое тебе может и не нравиться. Но в Писании, когда ты за него молишься, есть вариант, что ты будешь проводить жизнь тихую и безмятежную. Понимаете? То есть, это все по-другому работает. Это не работает через демонстрации. Давайте будем откровенными. Вот у нас есть люди, которые вот на Украине, да? С Украиной. И сколько уже было революций, там, смены таких вот за последнее время, да? И что стало лучше? Лучше не стало, друзья мои. Просто меняются многоходовки. То есть, это так поступало, здесь ошибки делал, а тут, там ошибки делает. По факту, народу точно так же осталось все плохо. Просто сейчас у власти человек, который приятен для лица, для взгляда. Он свои ошибки делает. И потом, однажды, возможно, ну, власть перейдет наконец-то демократическим путем дальше. Но суть будет в том, что и про него будут говорить плохо. Да и сейчас надо говорить. Про всех правителей говорят плохо. Потому что, если у тебя в жизни что-то плохо, виноват кто? Путин виноват. Причем, не важно, в какой стране ты живешь. Путин виноват. Даже в Израиле за все плохой Путин виноват, потому что он не наш президент. Но если бы наш президент будет, у нас бы было все хорошо. Так говорят многие. В том числе Реберман. Понимаете, в чем суть? Всегда человек ищет виноватого. А что такое искать виноватого? Искать виноватого, это когда ты не признаешь свои ошибки. Когда ты не готов признать, что тебе надо изменяться. Когда ты не готов признать, что не весь мир крутится вокруг тебя. И тебе, да, планеты крутятся вокруг Солнца, а не Солнца вокруг планеты. Это новость тоже для многих людей. Но, как бы, это факт. Научный доказанный факт. Поэтому мы должны понять, что вот этот Иисус, Он показал пример духовной битвы. Наверное, вот таким примером, может быть, два человека, ну, самые известные, которые, кстати, не были христианами, но переняли этот опыт. Знаете, что из Нового Завета опыты очень многие люди перенимают, неверующие. В общем, сетевой маркетинг, это практически Новый Завет. Только в сетевом маркетинге. А вот, кто, Махатма Ганди и Нельсан Мандела, они переняли этот опыт Христа. Они сказали, у нас будет тихая революция. У нас будет революция без оружия. У нас будет революция без убийств. Мы просто будем требовать своих прав. И они сидели в тюрьмах. Нельсан Мандела 20 лет присел в тюрьме. Махатма Ганди тоже сколько присидел. Их там не убивать пытались, и избивать, и пытать. Вот это вот смирение вопрос, понимаете. Прочитал недавно историю, как Нельсан Мандела, уже будучи президентом ЮАР, был в ресторане с своими охранниками. И он увидел одного человека за столом. И он говорит, охранник, уйди, позови этого человека сюда. Я хочу, чтобы он со мной кушал сегодня. После этого человека позвали. Это был белый человек, не черный. Этот человек сидел, и он кушал, пил, и у него тряслись руки все время. Потом он попрощался. Он, если он, пожал, ему руку на прощание, они расстались. И один охранник говорит, похоже, этот человек серьезно болен. У него трясутся руки. Он говорит, нет, он не болен. У него руки трясутся от страха. Это был мой охранник в тюрьме. Понимаете, в чем мысль? Это был мой охранник в тюрьме. Это он ото мной издевался. Когда я просил пить, он не давал мне пить. Когда я просил есть, он не дал мне есть. Он постоянно ущемлял все мои права. Представляете? Ситуация такая. И поэтому он тут сиделся в страхе. Он не ожидал, что я приеду кушать в этот ресторан. И он не ожидал, что я приглашу покушать со мной. И все. Можно было мстить. Но зачем? Кому мстить? Мстят только те люди, которые не доверяют Богу. Потому что в Писании, книге, притч, да и в других местах написано, что не мстите мне от пещения. Не мстите за себя, говорит Господь. Каждое наступление. Я разберусь, ты не парься. У тебя задача другая. У тебя война духовная. Не физическая. Не надо никому ничего доказывать. Все доказано уже. Иисус ходит в этом смирении. Он ходит в смирении и показывает. Вот такое я. И поэтому Павел пишет. У вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Когда он молится в Гефсиманском саду, Лука 22 глава, 42 стих. Там известнейшая молитва Иисуса. Говоря, Отче, о, если бы ты благоволил, принести чашу сию мне у меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Как часто мы что-то просим у Бога и не получаем. И мы расстраиваемся. Мы можем расстраиваться. Потому что нам очень хочется, как ребенку, эту игрушку. Нам очень хочется, чтобы было вот так. И никак по-другому. Мы должны получить именно так, как я прошу. Потому что Янгичок сказал, молиться точно надо. Хочешь велосипед? Объясни Богу, какой нужен велосипед. Не, не критикуй Янгичок. Его в жизни это работает. Но ты не знаешь, что это глобальная теология. Иисус говорит. Если можно, принеси эту чашу сию у меня. Но не моя воля, а твоя, Господь, да будет. Все очень просто. И Бог исполнил свою волю. Не то, что Иисусу хотелось бы. Потому что Иисус все-таки, Он смирился, приняв образ раба, и стал как человек. И Ему было больно проходить все эти испытания, которые Он проходил. То есть Он не был тем, той личностью, как сейчас принято после служений. Люди, без пастора выставляют свидетельство людей после своих служений. Иисус говорил, никому не рассказывай вообще. И чем больше Он говорил, никому не рассказывай, тем больше это распространялось. Слушай, Иисус знал человека. Я не думаю, что Он с этим умыслом делал. Но когда человек говоришь, никому не рассказывай. Особенно, если это человека-женщина. Это человека-мужчина тоже. Тут же всем разнесут. Знаешь, что? Мне сказали никому не говорить. Но тебе скажу по-братски. Ты дальше не передавай. И пошла тему. И потом это тебе возвращается. Кто-то подходит тебе через неделю и говорит, слушай, мне сказали никому не говорить. Эта история уже по-другому будет немножко выглядеть. Обрастет подробностями. Она будет длиннее уже. Насыщеннее. Иисус говорит, никому не говори. А сегодня принято. Иди и скажи всем, что ты видел на моих служениях. Что ты получил на моей библейской школе. Всем расскажи, чтобы все знали. Иначе рекламы не будут. Момент смирения. Можно самому себя рекламировать. Вы знаете, я каждый раз вспоминаю об одной очень важной вещи. Для чего мы живем. В 20 стих 3 главы послания филиппинца. Там написано. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Наше жительство на небесах. В этом писании говорит. Когда я что-то делаю, я делаю, потому что Богу это угодно. А когда это мне угодно, то я хочу это по-другому показать. Хочу сказать, что христианство это не бизнес. Церковь это не бизнес. То, что мы делаем, это не бизнес. Это служение. А служение это не бизнес. Сегодня слово «министри» это стало словом, синонимом бизнеса. Потому что мы понимаем так, как это все. Министри, да, служение. В Америке это синоним бизнеса. Но министри это служение, переводится по-русски. А служение это не может быть бизнесом. Служение это даяние. Это когда ты даешь. Когда из тебя изливаются реки воды живой. Вот что такое служение. Знаете, мир как кафе Афух. Тоже Афух полностью. То есть как все наоборот в мире. 1 Коринфянам 4 глава. Апостол пишет здесь 16 стих. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я кресту. То есть мы переходим как бы из послания филиппийцев. Где Павел пишет, что у вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. И здесь я провожу как бы параллель, аналогическую цепочку вернее провожу здесь. И я понимаю, что у Павла, Павел как пишет нам, или филиппийцам в данной ситуации. Что у вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. И когда он говорит, что подражайте мне, как я кресту. Это говорит, для меня это говорит о том, что он имеет эти чувствования, как во Христе Иисусе. Он уже это имеет, потому он говорит, подражайте мне, потому он говорит, что у вас должны быть эти чувствования. Пусть ты сам не имеешь, а другого обязываешь, то это проблема. Когда в Евангелие Мопфея 28 глава, 19-20 стихе написано. Помните, когда Иисус посылает учеников, проповедует, да? Самое любимое место всех верующих. Это написано, уча соблюдать все, что я повелел вам. То есть я прихожу к какому-нибудь Васе, хорошему Васе и проповедуемому Евангелию. Василий Мопфея вспомнил. Василий, извини, если ты смотришь. Проповедую Евангелие. Василий кается. То есть Вася превращается в Василия, серьезного человека. Я его учу соблюдать все, что Иисус повелел, чтобы я соблюдал. Потому что я уже знаю, что соблюдать. Почему я знаю? А я уже прочитал много. То есть чем меньше знаешь, тем не только лучше спишь, но и меньше соблюдаешь. А здесь я уже много знаю, много прочитал. Чем больше я читаю, тем больше я понимаю, что Господь хочет от меня. Чем больше я ищу Бога, тем я больше понимаю Бога. И тут получается что? Я имею понимание, и я учу этому пониманию этого человека чудесного. Но если я учу чему-то, что я сам не делаю, имею ли я право на это? Однажды в Симферополе встречаю одного человека, хорошего человека, который очень любил Господа и любил проповедовать Евангелие. Очень сильно любил проповедовать Евангелие. И он постоянно ходил и проповедовал Евангелие по городу. И он приводил людей в церковь. Была одна проблема. Через пару собраний, посещение церкви, люди у него спрашивают обычно, а почему мы тебя не видим на собраниях? Куда я в эту церковь не хожу? А в какую ты хочешь? Ну я еще не нашел себе церковь. То есть он с этой церкви ушел, по причине каких-то непоняток между ним и пастором. Евангелие, он проповедует, любит. А часть Евангелия, что человек должен прийти в церковь. Ко Христу и в церковь, да? Потому что церковь это... Столько оснований. Тело Иисуса Христа. Правильно написано. Ты не жалов в церковь ходи, ты же не можешь этого убрать из Евангелия, правда? А сам не ходишь. Правильно, что ты не состыковываешься здесь? Преблемо. И таких много может быть примеров других. Когда... То есть твое Евангелие, оно же состыковывается с твоей жизнью. Потому что Евангелие, как мы говорили в одном из служений, да? На английском говорит, «to share the gospel». То есть поделиться Евангелием. Ты не просто учишь Евангелие, ты делишься этим. А чем ты можешь поделиться? Ты можешь поделиться только тем, что у тебя есть. Ты не можешь делиться тем, чего у тебя нет. Извините. Вот у меня нету мороженого, я не могу им поделиться. Да? Да. Не покупают мне больше мороженого. Съел свою норму за все годы. Делишься тем, что имеешь. Поэтому многие люди не делятся Евангелием. Потому что у них какие-то, знаете, вот как вот диск, знаете, в компьютере. Нужно дефрагментацию сделать. Побитые файлы, классно. Побитые такие, да, эти вот. Понимаете, кластеры. И нужно сделать дефрагментацию. Что с дефрагментация? Когда ты обновляешь полностью работу системы. Работу этой диска. И мы очень часто, вершим, нуждаемся в этом обновлении. Мы нуждаемся в этой программе дефрагментации. Чтобы мы не фрагментами были. Здесь Иисуса, здесь нет. Здесь Иисуса, здесь нет. Здесь Иисуса, здесь нет. А чтобы мы были цельными. И когда цельный диск, он тогда и лучше работает. И доказана наука еще быстрее. Быстрее и лучше. Правильно? Правильно. Поэтому, друзья мои. Павел пишет, что подражайте мне, как я Христу. Почему Павел, вдруг, имеет такое право говорить такие вещи? Послание филиппийцам, возвращаемся в третью главу. Здесь написано с восьмого стиха. «Да и все почитаю, считаю ради превосходства в познаниях Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». И так, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Двенадцатый стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг и усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». «Братья, я не почитаю себя достигшим». Он даже смиряется здесь, да, тоже, опять. «А только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». «Забывая старое, иду вперед». Люди живут старыми, знаете? Что такое старое? Это багаж. Это багаж. Вот в Израиле есть хорошая традиция. Вот у нас по каждую пятницу утром вывозят мусор, который люди выносят из своего дома, ненужное все. Это чудесная традиция. Люди освобождаются от ненужного. Вы год поживете в одной квартире, будете выезжать, вы поймете, что веществ стало больше, чем год назад. Мы прожили в одной квартире 11 лет. Когда мы переезжали... Я помню свой первый переезд на первую квартиру. Мы заехали в эту квартиру, и у нас из мебели было ничего. Ничего не было из мебели. Потом у нас появился ковер на пол. На этом ковре я принимал гостей. На этом же ковре мы и ели, даже больше. Ну, не с ковра, а с тарелок, но как бы... На ковре у девочек была одна кроватка маленькая, они лежали поперек там. А вся остальная семья, я, Даня, Каня, мы спали на матрасах. Больше у нас ничего не было. И мы так жили какой-то период времени, пока какая-то семья не решила избавиться от своей мебели, части своей мебели. И нам этот брат завез один, который на перевозках работал. Обросли немножко. Я помню, первый переезд после этой квартиры уже в Керенгат мы переезжали, начали, в церковь. И мы переехали на двух микроавтобусах. Ну, с Керенгатом мы уже гнали грузовик. И чтобы наши вещи продолжали вмещаться в один грузовик, мы периодически что-то убираем. Понимаете? Поэтому это очень важный момент. В нашей жизни старое должно уходить. Старое нужно, если такая хорошая еврейская традиция, обрезание делать. Так вот нам нужно научиться делать обрезание старого. Вот все, что сзади было, просветание. Не надо, это мне не надо, это не мое. Оно мне не принадлежит уже даже. Оставь фотографии, посмотришь, видео. Все остальное, некоторые люди в голове носят столько мусора. Господи. Когда знаете, вот, мусор, есть такая традиция хорошая, мусор надо выносить. Тоже. А люди мусор носят в голове. И думки разные думают. Знаете, о чем я помню? Страшно. Павел говорит, я забываю старое, простираюсь вперед. Достигнуть Христа. Достигнуть высшего звания во Христе Иисусе. Итак, что здесь, какой я вывод делаю из этого? Первое. Павел все почитает щетую. То есть, все почитает за ссор. Все. Бэм! Христа. Второе. Он стремится к цели. Так мы видим, что убирают на старое, чтобы войти в новое. Кто-то хорошо сказал, что, чтобы воздушный шар набирал высоту, надо сбрасывать ненужный балласт. Это научный факт, товарищи. Когда воздушный шар теряет высоту, сбрасывает ненужный балласт. И он начинает подниматься. Также, когда лодки тонут, выбрасывают. Видите, история про Павла. Все выбрасывали в море. Все. Весь грунт сцены выбрасывается. Понимаете? Все, что везли продать, все выбросили. Чтобы не утонуть. Тем более, ненужный балласт. Итак, вкратце. По первому пункту все почитаю за ссор. В третьей же главе, с 10 стиха Павел пишет о себе. Такую вещь очень важную. Прошу прощения, не в третьей главе. Где я нахожусь. Умею же конспекты делать. Известный конспекторед. Павел пишет. Сейчас, секундочку. А, вот она. А, да, здесь это стихо-то. Павел пишет. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Нет, вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Это он верующим пишет в книге. Филиппийцам 4 глава, 10 стиха. 4 глава, 10 стиха. Значит, говорю это не потому, что нуждаюсь. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Непривязанность к миру. Непривязанность к миру. Человек, который не привязан к этому миру, он не замечает, что происходит в этом мире. Для него плавать на дорогой яхте и ездить на дешевой машине, примерно чувства одинаковые. Кажется, как это? Так. Нет, конечно, на дорогой машине ездить приятнее, чем на дешевую. Она лучше может ехать, там, да, там комфорта больше и так далее. Но внутри тебя ничего не прикипает. Ты не, даже больше скажу, ты не ропщишь, когда ты ездишь на дешевой машине вместо дорогой. Очень тяжело не роптать, когда у тебя была дорогая машина, а потом появляется дешевая. Потому что какой-то регресс в твоей жизни намечается. Ты говоришь, Господи, за что это мне? Господи, чем я проленился? Точно так же говорят люди, которые начинают болеть, там, тяжело. Точно так же начинают, говорят, люди, которые теряют, там, еще что-то в жизни. Все за это не на тот же вопрос. Но Павел говорит, когда у него машина стала вместо дорогой дешево, он говорит, Интересно, испытает, как эта машинка ездит, когда она развалится, даже какой-то интерес есть. И едет с радостью. Спасибо тебе, Господи, за новые ощущения. Потому что умею жить и в этом, и в этом. У меня когда была старая машина. У меня часто были старые машины. И я очень, как-то мне это мешало очень сильно. Мешало, мешало. Ну, в чем, правда, не мешало? Я не мог ездить туда, сюда, там. Ну, что, на работу я мог бы и пешком ходить. А по служению там было сложно. На следом в Иерусалим. Я даже сказал просто, Господи, ну, если нет твоей воли, чтобы я ездил в Иерусалим, ну, не буду ездить. Ну, на этом автомобиле я дальше уже не могу двигаться. Я его продал, потому что я понимал, что я дальше буду это вкладывать. И знаете, стали приходить в хорошую машину. Ни одной из них, вот, за последние мои две машины хорошие, это даже не была моя идея их купить, приходили люди, говорят, слушай, тебе нужна эта машина. Я говорю, нет, нет, это слишком хорошая для меня машина. И они говорят, тебе нужна эта машина. Ну, я не прав. Это Господь делает. Потому что Он давал возможности. У Валаама была ослица, которая говорила. Тем более, если Валаам слушал ослицу, которая говорит, тем более она о людей слушается, которые тебе говорят, в твою жизнь. Которые приходят и говорят, тебе надо это. Это хорошо для тебя будет. Ты думаешь, ну, как я, как там. Знаете, как часто мы верующие проявляем неверие в Богу. Господь хочет нас благословлять. Не, мы, конечно, верим, что благословение, такая пачка денег падает на голову. Но я не знаю, каких случаях. Максим, где-то торнадо было, подняло машину бронированную с деньгами. Машина разлетела щепки, что тоже на уровне чудо. Вот, и деньги оттуда посыпались. Павел умел жить в любой жизненной ситуации. Знаете, вот сейчас, да, вот, как раз сегодня говорили про войну в Карабахе. Вот эти люди в Карабахе, последние сколько, 8 лет не было войны? 30 лет. 25 лет не было войны. Они устроились, и они жили хорошо уже, да, вот тихо, мирно, спокойно, свежая ситуация. И вдруг война, обстрелы, все. То есть, понимаете, вот в этой ситуации, ну, сложно не упасть духом. Сложно не начать роптать. Я вот продолжаю читать книгу чисел, там евреи так ропщут, ого, мало не покажется. Но Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Умею жить, в чем он умеет жить? Умею насыщаться, умею терпеть голод. Насыщается, вот, у меня силы появились. Голод, вот, похудеем сегодня. Хорошо. Разгрузочный день. Прежде чем доходите на эти плюсы во всем. Потому что цель-то, мы служим Господу. Я служу Господу. Я призван Господом. Моя жизнь во Христе. Смотрите, надо чего много сказать. Но вот это последнее, буквально, возьму, если вы позволите, 3,5 минуты. Еще вот этот момент, да, когда я стремлюсь к цели, да. Вопрос, как достигать цели. И цель достигается, я вот себе записал такие мысли, мне пришли. Как достигаются цели, да. Давайте возьмем пример, как спорта. Потому что он тоже, да, я бегу, да, я стремлюсь. Другой, если он пишет, что все бегут, да, когда я истали, еще он только победитель получает венец. Как на самом деле стать подобным Христу, будучи человеком? Сложно. На 100% это, в принципе, нереально. Но знаете, у каждого человека есть определенный процент достижения, все равно. Все равно, я скажу прямо, как бы мы не были все равны перед Богом, есть люди, которые, ну, не скажу ровнее, но я бы сказал, что стремятся больше. Потому что есть, знаете, такие базовые уровни благодати Божьей. По благодати Божьей все вы спасены через веру, и все ни от нас, Божий дарь, не одел, чтобы никто не хвалился. Это базовый уровень. Спасены, в прошедшем времени написано, через веру. Ну, тогда в том же послании филиппийцам или фессионалникицам мы читаем, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. А, надо как-то что-то напрягаться, оказывается. Оказывается, надо что-то бояться. Бояться потерять спасение. Мы с вами бежим в эту марафонскую дистанцию. Время на работе есть человек. Я когда, как-то я к нему не очень относился, так сказать, с уважением. Вот. Но когда я увидел однажды его в футболке, он пришел на работу, вот и вот, что он делает Ironman соревнования, ездит. Я его зауважал. Что такое Ironman? Да? Четыре стола километра проплыть, сор... сор... Не, извините, сто восемьдесят километров приехать на велосипеде, и сорок два километра пробежать. И все, наверное, вложится в семнадцать часов. Если не вложился, не считается, что ты это сделал. Даже если ты добежал после. Понимаешь? Это вопрос подготовки. Знаете, мы верующие очень часто путаем понятие благодати Божьей со служением Богу. То есть это два разных понятия, которые на самом деле в какой-то степени совмещаются, а в какой-то степени нет. Служение Богу требует от нас подготовки. Служение Богу требует от нас инвестиций. Как вот я сказал спортсмен, что такое спортсмен? Спортсмен это режим. Да? Кто спортом занимался, да? Это режим. Это как и варьный режим. Вот спортсмены, это режим. Спортсмены, это отказ. Отказ от того, что тебе очень хотелось, но тебе нельзя. Когда ты никуда и никак, ну тебе все можно. Можно все себе позволить. А спортсмен это отказ. Профессиональный спортсмен. Это отказ. Но знаете, Бог призвал вас быть профессиональными служителями, на самом деле. Что ты профессиональный служитель? Когда служение, то жизнь стоит на первом месте. То, что ты работаешь, это часть жизни. Кушаешь, что ты делаешь еще, часть жизни. Но служение, оно где-то вот здесь. На самом главном месте стоит у тебя. Вот здесь, на самом главном месте. И вот спортсмен это отказ. Ты отказываешься от чего-то, что бы тебе очень хотелось. Ты не можешь себе это позволить. Потому что тебе нужно учить людей исполнять так же, как Он сказал Господь тебе исполнять. Тебе нужно говорить людям, что тебе должен быть подобен Христу. Они скажут, ну ладно, что-то ты не очень подобен Христу. Как-то ты даже вообще неправдоподобен такой. Спорт это исполнение, исполнение указания тренера, в конце концов. Вот мы апостола Павла читаем, кто на себе спорит. Знаете, есть люди, которые на себе спорят. Есть достаточно людей, которые спорят с Павлом, в основном мессианских общинах, любят спорить с апостолом Павлом. Павелу не можешь же ответить, что с ними не поспорить. Правда? Павел занят, он проповедовал Евангелие. С чем суть здесь заключается? Суть в том заключается, что когда я хочу достичь чего-то, когда я хочу подобиться Христу, я должен прилагать определенные усилия. В спорте я должен прилагать усилия, чтобы заниматься, чтобы достигать чего-то. В музыке я должен прилагать усилия, репетировать, чтобы играть что-то. На работе я должен прилагать усилия, чтобы изучить что-то. Я сейчас учу язык немецкий, опять так сказать. Я хочу сказать вам, я заставляю себя делать занятия. И я, поверьте мне, не всегда хочется. Но тут момент только заставить себя. Вот заставил себя, уже будет лучше. У тебя или у меня? Нет. У меня? Окей. Заставил себя, будет лучше. Вы знаете, очень важно в этой ситуации, а не тренера. Ты берешь либо учителя, либо, вот у меня есть учитель по немецкому, у меня есть духовный тренер, мой наставник, Юханнес Иустус. Есть люди, перед которыми, как бы, я вот, я знаю, что, когда я тебе вижу, что мне говорят сделать, я должен делать это. Я не могу не сделать. Я же не позорник какой-то. Еще мне слабо. Я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. И если скажу вам честно, друзья мои, самое же удивительное, когда ты начинаешь напрягаться где-то, чтобы что-то сделать, у тебя получается. На самом деле получается. Я знаю людей, которые приехали в Израиль и закончили университеты с нуля. Не зная еврита еще первые 2-3 года. Представляете? Я знаю людей, которые достигают больших вещей, и так уж и напрягаются. Я скажу, напрягаться это полезно. Доказано врачами, что у расслабленных людей плохое самочувствие. И жизнь не такая интересная. Поэтому, друзья, что я хочу сказать напоследок. Просто хочется, чтобы каждый из нас, для чего я здесь все сегодня говорю, чтобы каждый из нас мог однажды сказать кому-то, подражай мне, как я Христу. Пусть каждый из нас на самом деле задумается, в каком месте есть такие бреши, чтобы, когда ты говоришь кому-то, подражай мне, как я Христу, человек сказал, Христос бы так не поступил. И нам очень важно, вот знаете, превозвращать такие вещи, заранее наблюдать за собой. Наблюдать за собой, работать над собой. Потому что, чем больше мы наблюдаем за собой, тем лучше мы можем служить другим людям. На этой радостной ноте я помолюсь вместе с вами. Аллилуйя. Отец Небесный, спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за этот вечер чудесный. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты проникаешь в наши сердца, за то, что ты проникаешь в наш разум. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты любишь нас. И поэтому ты даешь нам меру благодати твоей. Для того, чтобы мы могли все больше и больше возрастать в тебе. познавать Тебя, приближаться к Тебе и уподобляться в Твой образ. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты рядом, за то, что Ты никогда не оставляешь нас, за то, что Ты любишь нас такими, какими мы есть. Господь, прикоснись к каждому, благослови каждого Господя, наполни каждого Господя. И Ты видишь нужды каждого из нас. Пусть эти нужды будут восполнены. Силой, любовью Иисуса Христа. Просто благословляем друг друга, благословляем всех тех, кто с нами сегодня в эфире, тех, кто будет смотреть эту запись. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит каждого из вас и наполнит своей милостью до краю, до избытка просто. Во имя Иисуса. Я провозглашу благословение на каждого из нас, из вас. И варихиха Адунай вешмиреха. И ербунай панавелеха веихунеха. И садунай панавелеха. И асем лиха шалом. Шлом вемаших Иешуа. Мелех Исраэль. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok